Привет, друзья! Киев в ужасе. Российская сторона начинает делать котлы, о чем прямо заявляют в офисе президента, а конкретно Арестович, констатируя, что более 20 батальонно-тактических групп Российской Федерации готовятся замкнуть котел на Донбассе. И на Изюмском направлении копится такая силушка, штучек в 10 БТГ. Часть из них танковая. И вот от Бахмута до Северодонецка там уже 20 с лишним БТГ, которые потрепаны, конечно, но тем не менее это такая сила пристойная, которая очень хочет замкнуть котел. А между теми позициями, которые они удерживают, и между их войсками на севере, 18 километров. Но, я так понимаю, у нас есть план, и он сбудется как-то. Ну и северодонецка войска отведены, так? Северодонецк оставили? Северодонецк отведены, да. Северодонецк полностью взят под контроль российскими военными, ЛДНР, и в составе российских вооруженных сил также есть чеченские подразделения. И вот одно из их заявлений, в котором они говорят, что теперь уже не только жилые кварталы Северодонецка, а и промышленная зона полностью под контролем российских и союзных им войск. Промышленная зона, прилегающая к городу Северодонецк, полностью зачищена от противника. Сам завод Азот находится полностью под нашим контролем. Он сейчас уже зачищается от взрывных устройств. Прямо сейчас на территории завода Азот, буквально вчера, его полностью покинули украинские войска. Территория еще не зачищена. Мы идем в сопровождении сразу и бойцов Ахмата, и милиции ЛНР. Работа ведется серьезная, потому что, как нам говорят, могут быть и снайперы, и вообще все, что угодно может нас здесь поджидать. Прилегающий завод Азот Северодонецк полностью под контролем. В Росквае тоже под контролем очищаем. И международный аэропорт на территории Северодонецка тоже. И, как заявляют лидеры чеченских кадыровских подразделений, они не планируют останавливаться на Северодонецке. Дальше будет Лисичанск. После Лисичанска, как они заявляют, будет территория Донецкой области, которую планируют примкнуть к ДНР. После этого будут идти на Киев, Запорожье, Харьков. А потом еще и прямо говорят, что даже пойдут в Польшу. Давайте внимательно послушаем обращение одного из кадыровских командиров. Танзан Ахматович, дальше у нас по плану получается город Лисичанск. Еще небольшая территория Луганской народной республики. Дальше уже остаток Донецкой народной республики, Киев и Варшава. Потому что, как я понял, народы и Польши и дальше нас заждались. И они так и хотят, чтобы мы пришли и освободили их от этих людей, которые называют себя правителями этих государств. Поэтому будем двигаться дальше, не останавливаться. И судя по заявлениям одного из командиров кадыровских подразделений, его, кстати, зовут Апты, и по официальным заявлениям представителей ЛДНР России, российская сторона после взятия под полный контроль территории Луганской и Донецкой областей, то есть ЛДНР, присоединившие это к ЛДНР, естественно, скорее всего, будет двигаться в сторону Харьковской области, Запорожской, города Николаева. И, естественно, к Киеву. То есть российская сторона рассчитывает на полномасштабную победу, вплоть до того, что пойдут на западную Украину. Много кто в Украине на центральных каналах где-то еще говорят, что такого сценария не будет. То есть вот они так воспринимают, что Блицкрих там за три дня провалился, это по всем каналам до сих пор крутят. Все считают, что уже почти победили войну, что уже Россия чуть ли не разбита. Но по факту на Донбассе у России сейчас, в принципе, она медленно, но уверенно продвигается. Там идет победная для российской стороны компания. Техники и тяжелых систем вооружения, ТОСов и всего остального у российской стороны в разы больше. Полный контроль воздуха, то есть воздух полностью под контролем России авиации российской. Высокоточное оружие и так далее. Ну во всем на самом деле превосходство и для украинской стороны. Но мне так кажется, что если сейчас украинская сторона не договорится на пока еще относительно выгодных условиях, дальше условия могут стать все хуже и хуже. Как оно будет, будем за всем следить, будем за всем смотреть. Я буду это показывать на своем канале. Ну а сейчас давайте посмотрим, что происходит по разнообразным направлениям фронта. Вообще, какие есть новости. И начнем мы с Харьковского направления, разберем его детально по карте. Последняя сводка по фронтам Украины. На Харьковском направлении фронта военные силы России штурмом пытались улучшить свое тактическое положение в районе Дементьевки. Идут незначительные перестрелки и обмены приветствиями от артеллистов с обоих сторон без продвижения войск. Теперь давайте по карте детально разберемся, что происходит на Донецком направлении фронта. На Донецком направлении войска Российской Федерации и ЛДНР при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск с южного направления. Обстреливают военную инфраструктуру ВСУ в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. В районе Павловки идут серьезные бои. Теперь давайте посмотрим, что происходит на других участках линии фронта. На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях войска Российской Федерации и ЛДНР совершали обстрелы позиций в ВСУ со ствольной реактивной артиллерии. На Южнобужском направлении фронта при поддержке армейской авиации армия РФ пытается восстановить полный контроль над Потемкино. Это были последние новости с фронта. Нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и вкладочку все, чтобы все оповещения с моего канала к вам приходили. Подписывайтесь на канал.